Всем привет! Сегодня мы с вами разберем легендарную песню из репертуара группы «Руки вверх». Для наглядности я ее сыграю, а потом уже покажу, как и что играть. Погнали! Субтитры добавил DimaTorzok Берем неполный аккорд АМ. Играем 5-ю, 3-ю, 3-я, 5-я, опять 3-я. Далее дергаем 5-ю, 4-ю вместе. 4-я, 5-я, 4-я. И переходим на второй такт. Значит, зажимается здесь, на первом ладу. И на третьем ладу 4-я. Играем 6-я, 4-я вместе. 4-я, 6-я, 4-я. И играется открытая 5-я, 4-я. Четвертая, 5-я и 4-я. В более быстром темпе это звучит так. Дальше идет как первый такт, один в один. После этого зажимаем на третьем ладу 6-ю, играем 3-ю и 6-ю. И дальше идет у нас уже... Зажимаем аккорд для минора АМ. Дергаем 4 струны. 5-я, 4-я, 3-я, 2-я. 2-я, 2-я, открытая 2-я. Поднимаем указательный пальц и возвращаемся на эту же ноту. Потом дергаем 5-й бас и 3-я, 3-ю струну. Вот у нас получился первый такт такой. Далее мы остаемся на этом аккорде. На аккорде АМ играем 1-ю, 5-ю. 3-я струна. Мизинец идет на 3-й лад, 2-ю струну. Дергаем 2-ю, 3-ю. Далее с басом играется 2-я. И опять идет у нас 2-я открытая и 3-я. И получилось так. Далее мы ставим аккорд неполный Д, М7. Играем 4-ю, 3-ю, 2-ю. Вторая опять идет. Открытая 2-я. Возврат на первый лад. Вторую струну. Еще раз в медленном темпе. Четвертый бас. И три раза третью струну играем. Далее идет аккорд F-мэйдж 7. То есть мы ставим только вот этот бас. Играем 4-ю, 1-ю вместе. Затем 3-ю. Мизинец идет 3-я лад, 2-я струна. Дергается вот этим пальцем. Опять же, первая струна играет обычно у нас палец А безымянный. Это в правой руке. Вторая струна, палец М. Третья, палец И. Это указательный. И басы играет у нас палец П большой. Если на одной струне идет 2 ноты, вы можете либо сыграть, например, вот на одной струне у нас идет 2 ноты. Раз, два. Можно сыграть этим же пальцем. Можно чередовать, как вам удобно. Но желательно, опять же, я говорю, что третья струна играет указательный палец, вторую играет средний и первую безымянный. Давайте продолжим далее. Значит, на этом месте мы играем так. Первая, четвертая. Третья, вторая. Зажатые на третьем ладу. Возврат на третью. Потом вторая. Мизинь собираем. Опять третья. И открытая. После этого у нас идет повтор всего того, что мы играли. Я просто сейчас проиграю, потому что до этого я уже как бы демонстрировал это все. То есть АЕМ аккорд. И вот здесь уже мы играем начало такой же. Лесенька Fm7. Первая, четвертая. Третья. Вторая струна. Мизинец поднимаем. Играем вторую, третью. И вот здесь можно сыграть вот... То есть этот прием называется Pull Off. Сдергиваем. Можно, в принципе, сыграть так вот. То есть мы играем третий лад, мизинец. На второй струне. И потом первый лад. Вторая струна. Либо с дергиванием, как удобнее. Два варианта. Дальше идет у нас куплет. У нас всегда пойдет такой астенатный бас. Перманентный, постоянный. И на фоне него пойдет мелодия. Здесь у нас зажимается первый аккорд Dm. Не полный. У нас получается как бы Dm, но без указательного пальца. Играем пятый бас. Пятый, первая. Далее, третья. Первая, пятая. Вторая. Первая, пятая. Потом первый палец идет первый лад. Первая, пятая. И опять вторая. Вот мы сыграли этот такт. Далее у нас, в принципе, такой же такт, но есть некая вариативность в конце. Первая, пятая. Третья. Первая, пятая. Вторая струна дергается. Первая, пятая. Первый лад, первая струна. И потом первая, пятая вместе. И возврат сюда, опять на эту струну. В быстром темпе звучит это так. Дальше я... У меня остается этот же аккорд. Не полный Dm, без указательного пальца. Я дергаю вторую, четвертую. Третья. Дальше опять вторая, четвертая. Вторая. Вторая опять с четвертым басом. Опять четвертая, вторая. И опять вторая. Тут фактически всегда вот дергается вторая струна. Она остается на месте. Дальше, смотрите, у нас аккорд Fmatch 7. Вот такой аккорд. Но опять же, я беру без указательного пальца. Мне указательный палец здесь не нужен. То есть, я здесь зажимаю мизинец на первой струне. Четвертую, первую. И потом указательный я ставлю на первый лад, первую струну. Звучит это все так. Первая, четвертая. Потом убираем мизинец, дергаем первый лад, первая струна. Играется бас. Четвертый, первая. Открытая, бас, третья. И вот мизинец идет на третий лад, вторую струну. И потом третья. В быстром темпе у нас это звучит так. То есть, это вот DM в целом виде, да? Все, мы это сыграли. И дальше идет у нас припев. Припев, в принципе, я объяснял уже, как играется. Но я теперь покажу с глушением. Как играется щелчок. Смотрите, ребят. На третий звук, это открытая, вторая. Вот я сыграл. Да, я объясню сейчас технологию производства звука. Каким образом идет щелчок? За счет соприкосновения ногтя, указательного пальца со струной и разворота кисти. То есть, щелчок идет за счет того, что я вот разворачиваю кисть и соприкасаюсь с басовыми струнами. Первый такт, аем. И вот, когда идет открытая струна, мы высекаем вторую струну и разворачиваем кисть быстро. То есть, мы всегда привыкли звуки брать как бы с щипком, а в фингерстайле после щелчка идет вот такой эффект. Указательный палец вверх идет. То есть, самое главное отработать этот щелчок и движение в обратном направлении. Это самое сложное бывает для начинающих гитаристов, но потом, когда уже вы наработаете эту технику, будет достаточно легко все играть. Советую оставить один звук, зажатый на втором ладу третьей струны. То есть, взять аккорд а-эм и просто поиграть на аккорде а-эм третью струну. То есть, мы играем щелчок и палец идет вверх. Сначала палец идет вниз, ударяя ногтем по струне. Далее палец идет вверх. Щелчок и потом на третьей ноте открытой струне мы играем щелчок. Потом указательный палец идет вверх. Вот я его как бы вот так цепляю. Ставится. То есть, это звук. Звук до. Первый лад, вторая струна. Далее идет бас. Третья струна. Потом опять идет этот щелчок. И идет удар вверх указательным пальцем. Далее играем первую, пятую. Опять щелчок на второй струне. Мы зажимаем мизинцем третий лад, вторая струна. Идет щелчок на вторую струну. Далее после этого мы играем указательный палец в третью струну. Далее с басом идет вторая струна. С пятой третья. И уже на открытую струне опять играем этот щелчок. И палец опять идет вверх. Как обычно, после этого щелчка палец идет указательный вверх. Вот это движение. Цепляем третью струну. И дальше ставим вот такой аккорд. Первый лад. И на втором ладу мы зажимаем вот эту нотку. Здесь играется у нас одновременно четвертая, третья, вторая. Опять идет вторая. Идет щелчок на второй струне. Потом дергается, защипывается вторая. Четвертый бас. Третья. Опять щелчок идет. Указательный палец, то есть высекает по струне. Кисть соприкасается. Дергаем третью струну. Дальше мы ставим вот такую лесенку. Аккорд Fm7. Первая, четвертая. Третья. Играется по второй струне. Третья. Четвертая, вторая. И открытая. Опять же щелчком. И третья. И в конце аккорд Fm7. Играет музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok